итак дамы гостопода рад вас снова приветствовать запись пошла сегодня у нас второе занятие на прошлом занятии мы рассмотрели как установить программу 9 скачать и а сегодня на этом занятии мы будем рассматривать с вами интерфейс бегло пробежимся ознакомимся с интерфейсом программы и что мы делаем в первую очередь запускаем программу нашу диалюкс и ждем пока она загрузится и первое окно которое мы видим это окно пуска здесь есть три варианта выбора действий которому предоставляет наша программа первый блок 3 блок у нас первый блок это создание проекта то есть это модули инструментов наборы которые ориентированы на определенный вид задач самое первое это планировка здания и внешнего пространства то есть это полностью создание с нуля проекта следующий набор это импорт то есть этого если у вас есть какой-то чертеж плана помещения то вы можете сразу переходить в этот режим работы и подгружать подложку третий набор это простое прямоугольное помещение ты если мы планируем какой нибудь работы с отдельным помещением нам не надо территорию модели теле целое здание а нам нужно допустим какой-нибудь кабинет учебный расставить парт расставить светильники просто прямоугольное здесь мы можем упростить себе задачу моделинга с помощью этих инструментов далее идут два набора табличный табличный планирование улиц здесь конечно не совсем корректный перевод бывать некоторых инструментов в общем-то проектирование освещения для улиц то есть это линейное сооружение расстановка светильников довольно какой-то траектории и простое планирование интерьеров это аналог построек прямоугольного планирования дальше следующий набор у нас раб обработка существующего проекта здесь у нас этот меню она доступна после того как мы уже поработали в диалюксе у нас были какие-то предыдущие проекты и здесь мы видим просто историю наших проектов и можем не залезать куда-то в меню искать по где-то на диске он уже сам программа сама запоминает несколько предыдущих проектов ну и последний раздел это справка пользователя и поддержка руководства то есть в принципе почитать инструкцию на этом как бы меню пуска мы заканчиваем а дальше у нас прежде чем мы приступим к созданию проекта какого-либо мы должны для себя настроить нашу программу первую очередь для чего что делаем первое значит идем меню пуск настройки сначала сделаем общей настройки рассмотрим в общих настройках нас не есть несколько шесть параметров самый первый это общее сведения то есть сохранение чистоту сохранения здесь в наших в делюксе нет автосохранения как в 3d max и на или как в автокаде но есть периодически напоминание о сохранении то есть программы раз в пять минут и ну или как захотите раз 15 минут будет сообщать вам что надо сохранить и вас будет возможность либо сохранить либо продолжить работу а следующий параметр это количество шагов то есть когда мы делаем оператору control z и шаг назад мы можем задать какой-то ограниченный количество этих отмен могут составить 0 и можно стоить тысячу кому как удобно но принципе 50 достаточно иначе это все может сильно за съедать ресурсы память нам съедать если слишком много знаете зарядите права ну листа можно дальше следующий раздел языковые настройки да здесь вы можете настроить интерфейс под себя любой следующий раздел вывод на печать опять же у нас программа сама формируют цвет и технический проект то есть пояснительную записку чертежи вывод расчетных данных и можно задать отдельно собственно и каком языке она будет выводить то есть у вас интерфейс работы будет на русском а вывод допустим на английском будет если вам надо задать кому зарубежному заказчику дальше у нас идут единицы измерения здесь у нас есть две системы метрическая это наша европейская и российская система и британская это у нас сша и великобритания с ней работает еще ряд каких-то стран то же самое со светотехническими единицами здесь тоже есть и европейские британская следующий раздел кат отображения размерность линии мы оставляем по бумагу получаем который там стоит 2 дальше следующий раздел 3 как бы строка это у нас тоже очень важный раздел это настройки папок проекта прежде чем мысль что-то создавать мы не стоим где-то хаотично мы задаем для себя свою структуру то есть папку где будет храниться наши рабочие файлы сами создаем где нам надо ну допустим я вот создал один проект могу создать проект проект на диске какой нам надо пишем вот и говорим окей дальше в этом же папке мы создаем отдельно папку мебель для мебели как вы видите мебель и текстуру материала 10 тоже сохраняем находим нашу папку коттедж здесь создаем папку говорим мебель окей то же самое делаем проделываем для папки материалы дальше у нас есть настройки выводов но в принципе мы можем пока оставить по умолчанию если у вас там надо будет загрузить какой-то логотип это в общем на настройка кого титулов то шаблона проектом подложка и им оставляем помпа к по умолчанию дальше будет впереди рассмотрим эту настройку ее можно будет поменять если ты когда вывод эту данных будем делать но ее подкорректируем настолько расчета оставим вот галочки обе ставим показать и промежуточные результаты и усовершенствованные результаты на этом мы настройку программа под себя заканчиваем а дальше мы переходим к вам настолько нормативов надеюсь у нас есть предложено свои нормативы на основе которых дальше будет программа то есть не создаем пользовательский профиль настройки так как у нас всех помещений разные кто-то работает с офисами кто-то жилыми помещений кто-то там производственными для каждой зоны нормативы свои здесь мы можем для себя найти профиль который нам необходим и работать мы на этом курсе будем работать с жилыми помещениям будем делать моделировать и рассчитывать освещенность для двухэтажного коттеджа с монтажным этажем мы из двухсветным помещением поэтому мы находим для себя такую зону профиль называется зона общего назначения внутри помещений это комната отдыха санузлы комнаты первой помощи здесь у нас будет и отдых и помещение физических упражнений спальные и так далее после того как мы выбрали допустим комнаты отдыха мы можем увидеть его в правой стороне правом раздел его собственно основные нормативные показатели данный момент они заблокированы поскольку это базово именно базовая основа но мы можем под себя под редактировать под так как у нас допустим если брать жилые помещения до квартиры то у нас есть разные помещения есть гостиная есть спальня есть кабинет у них нормативы отличаются друг от друга на если мы сейчас зайдем наш замечательный снип вот такой вот 23 05 95 естественно искусственное освещение здесь мы можем с вами найти нормативы то есть дальнейшем работу когда вы будете проектировать освещением вы должны будете опираться именно него здесь приведены все нормативы освещенности требования к нашим помещениям надеюсь мы видим какие ступени яркости люксах требуется мы это тоже дальше по с вами проект аналогию с диалюксом проведем а нам нужен пара параметры найти таблицу с нормами освещенности для жилых помещений сейчас пойдем найдем его чтоб вам было понятно ищем ищем так сейчас секунду найдем по-быстрому нет вот табличка у нас идет приложение к нормируем показатели освещения помещений общественных и жилых зданий а мы ищем находим для нас свои жилое помещение магазины магазины вот жилые до дома общежития и мы можем видеть вот наши назначение комната жилые гостиная мы видим где на на какой плоскости расчета освещенности мы должны делать данном случае на нуле видимым норматив 150 люкс я сейчас не буду вперед в таблицу бегать но вы можете также для кухни 150 люкс и коридоры ванны валета 150 люкс вестибюлю 30 коридоры 20 и так далее на вы можете эти для себя помещение для допустим для кабинета для гостиной как правило нужно больше не смотря нас не пишет что мы делаем гостиную 150 но как правило 200 люкс если кабинет рабочий нас будет 300 люкс кухня тоже 200 люкс если на рабочей поверхности на то есть мы можем здесь выбрать кроме отдыха нажать создать копию выбранного профиля опять же выбираем для себя зону в которую мы смотрим на зло на внутри помещения и пишем что это допустим кабинет здесь мы пишем визуальное задание 300 люкс зону окружения оставляем ну и дальше вы можете для себя определить какие показатели ночь день сколько эксплуатация будет постоянная его коэффициент индекс цветопередачи если вам важно если вы делаете скажем с магазинами одежды да и продаете нам нужно чтобы максимального максимальные индексы цветопередачи но это отдельная теория будем нас на другом курсе рассматривать что такие индексы цветопередачи освещенность а здесь вы просто можете настроить для себя необходимые показатели равномерность это тоже можно найти в снипе освещенность рабочих плоскостей сейчас не буду на это время тратить это отдельный урок именно по нормативу а я вам просто хочу показать на какой плоскости мы работаем дальше тех а текас тех обслуживание индекс цветопередачи высота рабочей поверхности очень важно для рабочих кабинетов у нас как правило как для офисов на высоте 700 миллиметров на если мы создадим комнату отдыха допустим гостиную назовем опять же ее зона внутри помещения и скажем спальня здесь нам уже не требует то есть могут остаться что 50 люкс визуальное задание а высота рабочей плоскости 0 цветопередачи не имеет значения то есть как правило мы можем создавать свои пользовательские настройки дальше здесь дополнительные условия окружающей среды ну как правило у нас чистый вместе с жильем работаем то есть если в производственной работы там какие-то загрязненные то есть это режим эксплуатации светильников и соответственно срок службы и от этого зависит тоже мы можем посчитать следующий параметр я не буду освещать собственно можете открыть снип и для себя выбор просмотреть требуемые какие требования определенным видом помещению забиты снип и сюда перенести срок службы и так далее на этом мы собственно стройку норматива вставляем здесь оставлю всего по умолчанию и после чего мы мы переходим в меню пуск и запускаем первый нашу мы можем бы начать с простого инструмента это при просто пустое прямоугольное помещение до самое простое и легкое да здесь переходим в меню геометрические назначение помещений здесь мы можем выбрать допустим мы делаем школьный кабинет доставляем помещение для черчения здесь у меня уже были заданы какие-то определенные значения до этого проекта предыдущий раздел и они сохранились то есть длина по ширина высота помещения толщина стен и после чего вот нам уже создана помещение но прежде чем модели дальше мы с вами и изучим основной интерфейс программы из чего состоит наша вся наша рабочая область вся интерфейс программы делится на несколько зон первая зона это рабочая область то есть 3d наша со шкалой линейкой где у нас отображается не все в трехмерные объекты дальше верхнее меню самое главное основное меню дальше меню рабочих наборов то есть наборы инструментов слева вертикально у нас панель инструментов идет дальше у нас идет палитра свойств инструментов это у нас уже третий блок 2 блок 3 до 3 блок 4 блок это режим отображение проекта как вы видите здесь есть у нас есть несколько четыре дерева проект то есть четыре категории объектов которым разделение проектов по категории пол масштабности мы можем работать как с целым пространством то есть если у нас геймплан на нем несколько сооружений то мы можем режим это включать режим отображения сразу всех зданий либо мы можем работать с отдельным зданием то есть выбрать какую-то отдельное здание и все остальные здания на геймплане будет скрытой то есть они не будет не видны мы можем не закламлять свой рабочую область не перегружать ее и легче работать следующий режим это работа с этажами то есть если у нас несколько этажей здания то мы можем выделите какой-то отдельный этаж и локально с ним работать все остальные тоже будут выключены ну и последняя опция отображения помещений то есть если у нас квартира не расположена несколько комнат мы можем работать один из каждой комнаты и при этом все остальные будет за выключены и не мешать нам локально работать естественно более точную работу надо и расстановку мебели какой-то моделинг отдельно взятом помещения то мы можем спокойно его забить сюда то есть работать дальше у нас идет следующий блок это кат отображения то есть отображение видов ты видовые экраны здесь у нас есть два в основных параметра это 3d вид то есть перспектива с визуализацией и ортогональной проекции по самое основное это проекция в плане если мы нажимаем стрелочку справа то мы еще был получен дополнительный фасады если вид сбоку слева справа сзади и так далее то есть этот опция отображения следующий идет небольшая панель эта панель управления объектами то есть их трансформации опция масштабирования то зумирование если у нас объект на дреналеку что мы не крутили колесиком скроллинг не задал бы мы можем просто нажать на эту кнопочку и объект отцентруется относительно экрана дополнительный инструмента мерная линейка если нам надо что-то проверить когда мы подгрушаем какие-то dvg чертежи не сомневаясь в масштабности мы можем проверить по умолчанию у нас для люкс используем единицы измерения метра то есть не миллиметров как в автоказе а в метров то есть это надо будет помнить когда мы будем подгружать рабочий чертеж дальше у нас в верхнем меню опции дисплея эта опция отображения наших функций дисплея то есть какие-то дополнительные инструмента визуализации расчетные показатели но для прежде чем приходить к инструментам давайте поподробнее рассмотрим каждый блок то есть начнем с верхнем меню здесь меню файл где мы можем сохранить открыть настройки печати настройки проекта сохранить обработать это обычные стандартные windows операции control-z control-v и так далее вставить это настройки именно диалекса вставить какие-то объекты либо светильники либо то есть и какие-то библиотечные элементы мы вставляем их библиотеки неважно что это либо нас две варианты библиотека вставить объект а то есть мебели или что-либо другой и другое ставить светильники следующий вид ну собственно это если у нас несколько проектов открытым мы можем делать открыть сразу немного окна следующие у нас панель набор рабочих наборов все инструменты в диалюкс разбиты для удобства по функциональному их применению первый раздел конструирования это связаны здесь сосредоточены все инструменты для моделинга то есть моделирование создания моделей до стен окон дверей колонны так далее вставка объекта в том числе мебели все это сосредоточена в наборе рабочем наборе конструкции следующий рабочий набор это свет здесь связано все с освещением на остановка светильников настройка светильников и так далее дальше следующий набор инструментов это расчетные объекты то есть у нас мы можем посчитать лака выбрать для себя разные варианты расчета какие-то отдельные либо по можем посчитать какие-то расчетные объекты допустим у нас экран монитора можем здесь задать расчет освещенности на доске школьной и либо на какой-то рабочей плоскости письменного стола и и так далее то есть все это мы можем управлять с помощью расчетных объектов задавать свои пользовательские то есть есть общий расчет освещенности по площади по площади и так далее то есть опять же мы можем посмотреть с ним не почитать где какие требуются у нас освещенность на следующий блок экспорт это все что связано с выводом документации после того как мы сделали проект нам надо будет это все сделать из него визуализацию экспортировать пдф цветок технический проект в pdf формате то есть со всеми выводами расчетов чертежами с планом остановка светильников и так далее и том числе мы можем здесь же и сделать двг план расстановки мебели следующие два раздела это вот как раз вывод докумендации это настройка собственного носового проекта на печать действия здесь мы можем определить что мы выводим на печать что нет какие листы сам проект с печать ну и последний раздел это производитель фитильников здесь у нас сосредоточены все плагины всех основных разработчиков основных производителей и philips и эрка и тогда здесь можно острым здесь подгрузить сюда любого производителя здесь своя есть база может быть есть какие-то подгружать сюда еще отдельные цветильники но на этом а общий обзор рассмотрели а еще есть еще кстати у нас сейчас не отображается опции дисклей если включить сейчас не да если мы переходим опции 3d проекции то у нас еще появляется внизу фотометрическая шкала здесь мы можем индикацию посмотреть когда после того как мы сделаем расчет освещенности мы можем с помощью цветовой шкалы посмотреть как это распределяется освещенность то есть более такой наглядный режим то есть в цвете в цифрах и так далее здесь есть два два варианта расчет освещенности в люксах да и расчет яркости кандалах сейчас недоступны мы не можем видеть так как не было никакого расчета поэтому мы с вами быстренько пробежимся сейчас по основным настройкам инструментов какие у нас есть инструменты значит переходим в первый набор инструментов конструкции смотрим на соответственно мы видим что наш панель инструментов наши создает из 200 состоит из двух блоков собственно сама панель узенькая полоска и палестра со свойств этого объекта где мы видим первое наш это импорта dvg чертежей то есть если мы есть какой-то план помещения мы можем подгрузить сюда его что мы собственно и будем делать и на основе него в на как подложку смоделирую помещение следующий инструмент это местность то есть мы как раз с помощью этих инструментов мы создаем 3d объекты то есть основное здание объемы стены ландшафт и так далее следующий инструмент это создание этажей если у нас здание многоуровня мы здесь можем это с этим управлять и создавать и свои новые этажи копировать его их и и так далее дальше идет раздел нас инструмент окна окна двери то есть своя библиотека есть как вы видите да можно здесь какие-то пользуют ну здесь довольно ограниченный набор к сожалению это не программы для дизайна и проектирования в окон поэтому здесь всего несколько вариантов как вы видите не так много которые можно использовать но принципе нам для расчета свеченности этого будет достаточно дальше нас инструмента сектор ну не знаю почему он сюда попал вообще по идее нужно было пойти в расчеты расчетные объекты но для примера это функциональные зоны так называем то есть если у нас назначение помещения у нас квартиры есть несколько разные помещения есть детские комнаты кухни и здесь мы можем их задавать причем в помощью этого моего инструмента мы можем как все помещение одной зоны так и в одном помещении несколько локальных зон допустим если у нас многофункциональное помещение кухня столовая гостиная то мы можем с помощью этого инструмента задать разные зоны зона для кухни зона для гостиной зона для столовой для каждой зоны мы можем создавать свой пользовательский профиль да как мы смотрели в самом начале нормативные данные мы задавали на то мы здесь в одном помещении можем создать несколько нормативных профилей до настройки здесь для кухонной зоны и повышенные требования для гостиной зоны пониженные и тем самым более точно настроить освещенности норматив следующий инструмент это элементы помещения здесь у нас сосредоточены такие конструктивные элементы как ли колонны и пандусы балки какие-то блюстрады платформы и так далее в помощью которых мы можем моделировать если у нас есть колонны балки если у нас какие-то технологические выступы и так далее дальше у нас инструмент крыша здесь моделирую создаем разный профиль крыш следующий инструмент перекрытия это инструмент создание поток перекрытия и либо на самом деле это потолки с помощью него мы можем создавать с вами подвесные потолки и если у нас есть такой потолок в замоделин то наши встроенные светильники которые мы будем сюда вставлять они автоматически будет врезаться этот в этот потолок то есть обязательно если вы планируете делать в своем проекте встроенные светильники допустим офисное помещение там где будет расстановка подвесной потолок из панели armstrong там есть свои светильники то вам обязательно нужно использовать этот инструмент иначе ваши светильники некорректно станут дальше инструмента фрагмент фрагмент это булевые операции где мы можем вырезать какие-то проемы наших стенах окна если у нас скажем нет не позволяет наша библиотека наших инструментов окон дверей создать какой-то свой собственный профиль какую-то арку или сложной формы проем то мы используем этот инструмент дальше у нас идет инструмент объекты мебель и объекты здесь мы можем загружать свою библиотеку мебели если мы выберем можем посмотреть мебель различная вставка и последнее на инструмент в этом наборе это материала здесь работа с инструментами вот эти нижние есть четыре иконки вспомогательные линии копирование виды настройка проектов они являются общими для всех наборов то есть если мы переключимся на следующий набор то мы увидим что этот набор остался прежний ничего не изменилось то все нас остается то есть это общий дальше нас переходим на блоку набор светильники что здесь мы видим опять же панель инструментов самый первый инструмент это вставка светильника здесь мы можем как раз загружать каталоги наших производителей светильников есть способы остановки светильников мы их отдельно рассмотрим есть на лампы типа ламп типа шарниров типа фильтров вот эти три инструмента они являются контекстными то есть они доступны только в том случае если у вас уже выбрать хоть один светильник то есть если вы вставили хоть один светильник и выбрали этот светильник то у вас вы у нас становится доступна следующий инструмент здесь лампа здесь вы можете менять тип лампы то есть светильник конструкция у одного светильника могут быть разный тип ламп там не инсцентная лампа светодиодные при этом светильник сам может быть конструкцию неизмен допустим он подвесной или встроенный следующий раздел шарниры то есть если у нас светильник конструкции светильника позволяет менять направление светового потока да если производители так сделал то мы можем здесь управлять на соответственно эта функция доступна для далеко не для всех светильников надо смотреть именно конкретное светильник следующий разбил раздел это световые фильтры то есть мы можем присвоить нашему светильнику какой-то дополнительный цветовой фильтр если нам надо подкорректировать его цветовую температуру сделать более холодным либо более теплым либо еще какие-то цвета подкорректировать помощью инструмента фильтра у каждого производитель светильников тоже есть свои наборы фильтров следующий инструмент это световые сцены то есть в диалюксе мы можем создавать сценарий световые сценарии да то есть у нас есть расстановка светильников есть много много разных светильников в одном помещении и мы можем настроить режимы работы каждого светильника мы можем придумать несколько сценарий использования нашего помещения если для примера гостиная гостиная у нас есть несколько назначений там может быть столовая там может быть настольные игры чтение романтический ужин дискотека и так далее и для каждого функции мы можем свой сценарий освещение допустим для парадного освещения мы можем включить все светильники если у нас интимный ужин мы можем богатить основное освещение оставить только один светильник над стал над гухонным на на столовой зоне тем самым такой приглушенный интимный свет либо у нас дискотека у нас там все яркая там включенные там разноцветные цвета здесь мы все это можем сохранить свои сценарии и отдельно прочитать их дальше у нас идет снова инструмент сектор который мы уже рассматривали с вами до 10 когда мы создаем какую-то локальность зону какую-то в одном помещении мы можем зонировать само помещение на разные зоны со своими настройками освещенности требования норматива следующий раздел это инструмент техобслуживание конкретного светильника ну и последнее это расход энергии то есть здесь мы можем еще и посмотреть сколько у нас наш проект освещения сколько потребляет электроэнергии в том числе и затраты здесь можно за забить наши расценки на электроэнергии которые у нас нашим конкретном регионе забиты и посчитать сколько у нас по деньгам и расход электроэнергии дальше у нас с этим набором инструментов светильником мы закончили перейдем к следующему расчетные объекты в первые значит снова идем панель инструментов смотрим самый первый инструмент это собственно расчетные объекты здесь мы можем выбрать для себя разные расчетные объекты у нас тоже в снипе есть некоторые требования есть расчетная цилиндрическая освещенность расчет на освещенность на рабочей плоскости освещенность на на горизонтальных вертикальных поверхностях и так далее здесь мы можем какие-то для себя задавать локальные профили то есть если нам у нас для примера учебный кабинет да здесь в нем расстановлены парты есть доска и мы можем посчитать освещенность отдельно на школьной доске 1 освещенность на полу отдельно освещенность на партах и с помощью инструмента расчетные объекты мы можем собственно выбрать где нам требуется освещенность собственно его настройки мы будем его в отдельном уроке осматривать а дальше мы переходим в следующем уровне пользования опять же как мы с вами смотрели в самом начале с ним наш у нас есть норматива нашей освещенности требуется для зависимости от помещения есть на разных уровнях если нам мы рассматриваем жилое помещение дата у нас освещенность требуется на уровне пола если мы будем рассчитывать освещенность для офиса то там освещенность нормативно должна быть обеспечена на высоте 08 от пола то есть на высоте условно то есть условно рабочая поверхность да с помощью нее мы можем задавать опять же у нас есть мы для изначально своих профилях настроили какой-то один уровень помещения а здесь мы можем опять же локальное поменять свою свои собственные настройки если у нас в квартире здесь несколько разных помещений и спальни есть рабочий кабинет умы для каждой зоны свой уровень рабочую плоскость можем задать до для спальни на уровне пола сделан расчет освещенности а для кабинета на уровне 800 миллиметров здесь мы можем это настроить следующий опять же рабочие зоны это тоже мы можем рабочий сценарий выбрать здесь есть несколько вариантов их мы тоже отдельно рассмотрим то есть визуальное здание и рабочие места следующий цилиндричка освещенность это тоже нормативный снип вы можете его увидеть в таблице наши снипе сейчас я не буду смотреть на вот ну для разного вида помещений требуется для каких-то помещений требуется и цилиндрическая освещенность для каких-то нет то есть показатель что такое цилиндрическая освещенность это освещенность которая падает на условный цилиндр расположены то есть это среднее уровень освещенности всего помещения которые рассчитываются на боковых стенках цилиндра расположенного на в центре помещения высота этого цилиндра близко к нулю стремится к нулю то есть какой-то некий такой математический параметр который тоже нормируется для некоторых помещений для жилых помещений у нас он не нормируется поэтому мы можем даже на него не обращать внимание на следующий раздел у нас основные главные расчетные поверхности то есть здесь мы можем посчитать расчетную освещенность на наших потолке на полу на стенах то есть задать на каких помещениях проекциях мы будем рассчитывать освещенность тоже можно задать отдельно ну и дальше собственно набор инструментов вспомогательные линии копирование и так далее инструменты экспорт раздел экспорт в разделе экспорт у нас всего три инструмента первый это вид это по фактически создание видовых камер то есть мы можем здесь сохранить какой-то вид для себя как если сравнивать с аналогией с 3d максом это виртуальная камера то есть вы как в 3d максе можете создавать какую-то несколько камеры для каждого помещения для каждого ракурса свою камеру со своими настройками потом рендерить именно из этой камеры здесь это то же самое есть аналогичный инструмент видно это 8 мы можем можем сохранить для себя несколько разных точек ракурсов и потом легко перед ними переключаться дальше инструмент визуализации ray tracing да это здесь настройка визуализации выводов от рендерения с картинку и ну и последний инструмент это относите вот только в пятой версии появился это экспорт dbg чертежей то есть расстановка наших светильников с результатами освещенности мы можем конвертировать в автокад ну и дальше у нас инструмент документации изготовитель мы рассмотрим отдельно ну и последний элемент интерфейса который мы забыли смотреть он расположен в правом верхнем углу это первый это масштаб изображения то есть мы для себя можем масштаб иконки поменять для у кого зрение плохое может подвинуть ползунок и все картинки иконки станут крупные акта кому-то наоборот нам мелко что побольше рабочее пространство дальше у нас есть в нашей во второе основной рабочие меню меню сцен освещения это когда то что мы рассматривали в разделе и светильники да у нас есть инструмент сценария освещения если мы после когда мы будем рассматривать этот инструмент и будет создавать несколько сценарий то переключение между разными сценариями осуществляется вот в этом меню данный момент ничего не задано поэтому сцен один здесь есть кнопка запустить расчет после того как мы расставили светильники мы можно запускаем расчет здесь есть этот следующий иконка инструмент вот с монитором отображения сейчас он недоступен нам так как у нас не задано сценарий но это как раз включение выключение разных сценариев освещения дальше у нас есть модуль рабочего пространства у нас есть два варианта а здесь три даже планирую то есть то что мы смотрели в самом начале меню пуск да там есть предлагалось варианты работы с планировкой работа с таблицами с улицы и работа с простой план планирования то есть мы можем здесь как вы видите простое планирование отличается от планирование помещения то что мы задавали то есть простое прямоугольное помещение просто ограничением набора инструментов по сути дела то есть если нам не нужно все инструменты мы можем убрать их с помощью вот профилей ну и дальше и последняя иконка это у нас настолько результатов расчета то есть после того как мы посчитали наши делали расчет освещенности здесь будет вывод всех результатов то есть мы можем оценить где сколько освещенность где сколько люксов кандалов на какой зоне и так далее ну и давайте рассмотрим последние опции опции отображения дисплея что здесь находится здесь у нас есть о мы можем включать какие-то объекты видимость видимость каких-то объектов которые мы можем если надо включить если надо выключить у нас есть координационная сетка . показывает оси основные оси координат если нам требуется можно включить выключить здесь у нас показать вспомогательные линии то есть если у нас использовали дополнительные элементы вспомогательные когда мы что-то чертим с нуля не на основе dbg чертежа допустим решили с нуля создавать проекту иногда нам требуется дополнительные построения какие-то мы рисуем вспомогательные линии с помощью которых на основе которых мы рисуем наше здание и здесь мы можем их выключить если они нам мешают на вот этой функции следующий инструмент показать уровень освещенности это вот как раз условно рабочая поверхность мы можем опять же проверить для себя на каком уровне она задана то есть включает выключает отображение на рабочей плоскости сейчас она задана на уровне 08 на пол и мы видим желтым цветом она выкрашена то есть включить выключить следующий раздел показать расчетные точки то если на если у нас были заданы какие-то расчетные объекты расчетные точки то мы можем включить отображение сейчас они не заданы поэтому их у нас нет и дальше вид переключения между закрашенном видом плоскости и видом ребер то есть мы можем как в 3d max и отображение только ребер следующая опция это отображение показать изолинии опять же эта функция будет доступна после того как мы сделаем расчет да он будет показывать следующий параметр показать кривые распределения света в данном случае мы можем посмотреть если вы видите светильник наш это вот собственно то что у нас если кто стал работал стрельбы максимум у нас есть такие источника а с источник света да где мы подгружаем иески то есть некий какую-то кривую света и вот здесь в диалюксе мы можем ее видеть именно в трехмерном виде вот эту самую диаграмму иесок на то есть мы можем ее включить и выключить следующий на показатель показать назначение помещений то есть если у нас помещение имеет наименовательные то мы можем в окне проекции увидим показать в экспликации то есть включить выключить его отображение дальше у нас показать пространственную текстуры это у нас наш бэкграунд на небо можно включить и выключить дальше инструмент цветовые текстуры то есть вы это после того опять же этот инструмент будет доступен нам сейчас он недоступен а он доступен нет сейчас он недоступен так как у нас не было расчет освещенности то есть мы не просчитали освещение и то есть не знаю не сделали визуализацию и собственно программа не просчитала освещенность это то есть это можно режим переключения из вот освещение по дефолту которые сейчас у нас на где у нас какой-то некий виртуальный источник света который как-то освещает нашему 3d проект то есть как вы видите есть разный плоскость по разным освещены какой-то дефолтный светильник но опять же он очень примитивный не нет ни тени ничего прочего да и один просто какой-то равномерная освещенность и мы можем переключаться между этим видом и видом уже собственно с отрендеренной картинкой в помощью этой настройки данный момент она заблокирована так как мы не делали никакой визуализации и соответственно мы сможем воспользоваться после расчета последний параметр это показать визуальное освещение светильника то есть если у нас вот как раз эти два параметра они принципе похожи просто данный момент мы можем это доступно эта функция нас работает только в том случае отличие только в том случае разница между этими двумя инструмента что вот этот последний инструмент показывает освещенность какого-то отдельного светильника то есть если мы хотим пока посмотреть как происходит освещенность как от одного конкретного светильника этому мы можем выбрать его на этот светильник и посмотреть как он светит то есть если мы вставим сюда еще один светильник для примера сейчас отменим операции у нас то мы видим что у нас освещенность можем выбрать как для этого либо для этого видите как как вот очень удобно можно для обоих не для бог сожалению не делает только для какого-то одного светильника ну и нижняя панель набор инструментов отображения опции это выравнивая баня это баланс белого цвета то есть экспозицию теплота и тепловая то есть температура света то есть насколько мы будем холодным и либо теплых тонах смотреть но я рекомендую оставлять по умолчанию но вы можете посмотреть что ты за что отвечает здесь два варианта это яркость и в раннюю баланса белого то есть кто работал с 3d максим или хоть раз пользовался фотоаппаратом вы знаете что есть там функция настройка баланса . баланс белого то есть мы можем сделать так чтобы у нас картинка была более теплая и либо более холодно то есть отсекаем какой-то свет либо холодный татана либо теплый да здесь по умолчанию задан какое-то среднее значение мы можем вручную опыт корректировать да то есть как вы если подвигать потолок стулью но и стульте сторону то у нас вся наша сцена будет выкрашена как в теплой так и в холодной если мы сделаем две тысячи келью нас как вы и все стало таким вот холодным синим да если мы самый крайний правое значение выдадим у нас все станции желтым оставим стандартную дальше яркость у нас опять же мы можем регулировать но я рекомендую оставлять по умолчанию чтобы более корректно отображаться и все но собственно на этом изучение интерфейса заканчиваем так как нужно 40 минут его изучаем принципе все остальное уже более детальное изучение каждого инструмента мы будем приходили следующих уроках я с вами прощаюсь вам собственно для вас задание простое собственно изучить интерфейс попробовать самим поэкспериментировать с разными параметрами и собственно готовиться к следующему уроку на следующем уроке мы будем с вами рассматривать создание собственно уже нашего проекта нашего освещения освещенность смоделировать будем здание коттедж на этом я с вами прощаюсь и до встречи в следующем уроке не забывайте выполнять задание отчитываться выкладывать сервер чтобы я мог проверить и предоставить доступ к следующему уроку